Всем привет! Воскресенье, это значит, что сейчас вы идете на кухню, наливаете себе чаек, берете какой-нибудь бутербродик или завариваете дошек и смотрите в ближайшие полчаса сорок минут какой-нибудь классный обзорчик. Сегодня у нас, кстати, довольно интересно все будет, потому что сегодня обзор на грузинскую кухню. Давненько не было, пицца, суши, роллы, а, надоело, короче. Eat Georgian, такой ресторан я нашел неподалеку от себя, они находятся в торговом центре, везут их через Яндекс и я жду, я заказал и жду, должны за 40 минут вообще подогнать хинкали, хачапури Вася и всякое такое. Причем, немножко удивительно, что я там не нашел никакого гриля, ну, видимо, потому что они находятся в торговом центре, на фудкорте и, наверное, там гриль нельзя сделать, то есть нет шашлыка и прочего. Но выпечка есть, а Грузия это все-таки, наверное, в первую очередь выпечка, а уже потом мясо, ну, по крайней мере, в моем рейтинге. Eat Georgian в обзорище. Обзор на грузинский ресторан это хорошая новость, но ни одна хорошая новость не приходит в одиночку. Сегодня еще шикарные новости от Cheesecake.ru. До 10 июня по промокоду Покашеварим6 самый классный и разнообразный магазин десертов Cheesecake.ru дарит 40% скидку и тарталетки в подарок. При заказе от 1990 рублей. Тарталетки. Ну, я не знаю, почему вы их любите, серьезно, мы каждый месяц обсуждаем, что лучше подарить в качестве бонуса к заказу, и все равно как-то мы сходимся во мнении, что тарталетки вы любите больше всего. Серьезно? Красавчики, молодцы. Короче, тарталетки у нас. А при заказе от 3500 рублей вы автоматом участвуете в розыгрыше iPhone XS. А еще у Cheesecake.ru появилась экспресс-доставка. Теперь за 2-3 часа вы можете получить вкуснейшие десерты. Стоит она 350 рублей для Питера и 400 рублей для Москвы. А я из Москвы. Мне на 50 рублей меньше повезло. Но в целом повезло, потому что можно перед праздником за 2-3 часа заказать десертики, и они приедут к вам на стол. Вне всяких сомнений, ссылка на Cheesecake.ru будет в описании к видео. Также там будет ссылочка, где будут подробности относительно конкурса по розыгрышу iPhone XS. Переходите, ребята, Cheesecake.ru. Ну это просто красавчики, я их обожаю, серьезно. И Джорджиан за 50 минут нам все довезли вот в таких пакетах. Я бы не сказал, что они какие-то крафтовые, люксовые, скорее наоборот максимально скромные пакетики. Хоть цвет у них, конечно, как мы любим называть крафт. Чего порадовало? Я не обратил внимания при заказе, но на Тахтаре целый литр. И морсик. Свой морс черносмородиновый они тоже привезли. Сейчас будем разбираться. Вот здесь вот целая толпа всякого горячего. Прям чувствуется, что это стопка горячего. Я думаю, что никаких вопросов по температуре у нас не будет. О, смотри, как удачно они складывают вот в такую емкость. 62 градуса. 62 градуса это отличный результат. Подожди, интересно, а чебуреки они так же складывают? Если они чебуреки кладут в подложку, так это просто хвала им. Ага, это двойная хачапури. Это мы отдельно обсудим. Это какие-то куриные наггетсы. Слушайте, ну все горячее, реально прям очень горячее. То, что они горячее с горячим сложили, это сохран... Ну, блин, ну чебуреки, слушай, у меня ощущение, что это покупные. 71 градус. Они, конечно, горячие, но мне кажется, это... Ну, типа вот магазинные. То есть, явно прям не от души. И здесь точно такие же. На тактаре теплый. 24 градуса комнатная температура. При этом напиток смородиновый, 15 градусов. Он прохладный. Не состыковочка. Здесь еще два супа. Они тоже горячие. Здесь, видимо, еще суп. Я, честно, я и не помню, что я заказал. Хотя привезли они довольно... Довольно шустренько. Дополнительно аджика. Десертик, который я заказал. Грузинский салат с томатами. Еще один салат. И еще один салат. Причем, смотри, горячее от холодного разделено, да? В разных пакетах. В отдельном пакете комплектация, которая состоит из вот все. Хачапури по-аджарски всего 98. А, только при доставке. А с меня сколько взяли? Сейчас я проверю. Короче, вот вся комплектация. Одна вилка, одна ложка и один нож. Как бы, ну, скромненько, да? Очевидно, что тут ни на одного человека все это привезли. Слушай, ну, это так нельзя привозить. Надо как-то у людей либо спросить тогда, либо привезти с запасом. Не, ну, смотри. При заказе на доставку от 800 рублей, при доставке всего 98 рублей. Я заплатил за хачапури по-аджарски 220 рублей. Я не понял, в чем прикол. Либо бесплатно. Второй хачапури по-аджарски при заказе на доставку от 800 рублей. У нас 2553 рубля, а хачапури у меня как бы и нет. У меня, причем, отдельно двойной хачапури. Двойная или двойной. И хачапури одинарный 220 рублей. И ни подарка, ни 98 рублей, по ходу дела, не пахнет. Меня как бы взяли все по полной. Я пытаюсь разобраться, серьезно, не очень понятно все. То есть, вот этот флайер, да и, в принципе, я сейчас полез изучать, что за и Джорджиан такие, ребята. А они, оказывается, есть, ну, то есть, конкретно физически, они представлены по нескольким адресам в Москве. То есть, вот у них прям в инстаграме написано, что они находятся Охотный ряд и ТЦ Щелкова. Понимаешь? А мне привезли из торгового центра Калейдоскоп, судя по всему. Ну, по геолокации из Яндекс.Еды я это понял. Потом дальше, вот непонятно, опять-таки, да? Цены в Деливери Клаб и в Яндекс.Еде отличаются. То есть, вот покупая в Деливери Клаб, я бы получил вот эту, там, дополнительную Хачапури или одну Хачапури за 98 рублей. Ну, как бы это условно, конечно. В целом, они продают это все за 196, два Хачапури. Но нет, в Яндексе ты заказываешь, и ты получаешь, а одно Хачапури за 220. В чем прикол, я не понимаю. То ли это, может, какая-то подделка здесь у нас, когда у них в официальном инстаграме нет инфы про Сходнинскую, да, то ли просто вот такой вот бардак. То есть, они в Деливери это указали, в Яндекс.Еде они это не указали, но при этом рекламку подкладывают, да, которая не соответствует действительности. Боже мой, короче, это путаница. Хотя все остальное, то, как бы, цены более-менее соответствуют. А, и половины меню нет. То есть, я не смог заказать хинкали, например, мне не было возможности выбрать. Я не смог заказать рулетики из баклажанов. Это просто отсутствовало в меню. Вот, по моему адресу. Какая-то непонятка. Не знаю, ребят, как эти, как там, что все работает. Но, в общем, мы про еду, в конце концов. 2500 рублей я на это все потратил. И давайте начнем. А начнем мы как раз непосредственно Каха с Хачапури начнем мы. Вот, две Хачапури. Одна, причем, у нас двойная Хачапури. А одна одинарная. Да, я сейчас глотнул слюну, потому что, в принципе, я уже соскучился по грузинской выпечке. И мне кажется, что я должен кайфануть. Но это не точно. Двойная Хачапури должна 405 граммов весить. А весит 309. А если вот, допустим, еще и коробочку взвесить отдельно, сколько она граммов? 15, наверное, весит, да? 26 граммов. То есть, недовес капитальный. 405 граммов. У меня вот столько граммов. Давай, давай с одинарной Хачапури проверим. 210 граммов она должна весить. А вот здесь все окей. То есть, заявленные, заявленные, вот как в описании двойной Хачапури, указана двойная порция сыров сулугуни и эмертинского, и два яйца. То есть, нет очевидной разницы, что здесь сыра гораздо больше. Ну, по крайней мере, не в два раза. Яйца, да. Яйца, очевидно, что здесь их два, тут одно. Ну, как бы недовес, товарищи, из Джорджиона. Это как бы сильный недовес. Вот, окей. Ну, ладно, давай попробуем Хачапури. Я думаю, что по вкусу-то они должны одинаковые быть. Вот, я хочу вот так вот сделать. Вот яйцо уже досварилось. То есть, я обычно, когда ем Хачапури... А, нет, смотри, еще что-то течет там. Вот, смотри. Если бы я не болтал, я бы даже смог сделать так, как я люблю. А я люблю замешать все это вместе с сыром, и тогда это просто обалденно вкусно. Ну, что, на первый взгляд, неплохо. На сайте, точнее, в Яндексе, фотографии гораздо хуже, чем они выглядят по факту. То есть, здесь приготовлены Хачапури, а там какое-то бледное умение. Ну, не так это все расстраивает. Давай. Это не дурно. И причем, в первую очередь, это не дурно за счет вкусных сыров. Тут действительно хорошие сыры. Тесто? К тесту есть вопросы. Я говорю, еще никто в моей жизни не смог мне предложить Хачапури. Нет, были места, но это совсем тайные места, о которых я вам не расскажу. Возможно, когда-то съездим обзоры снять. Никто не предложил тесто, как в моем любимом ресторане Джон Жоли. Тесто там изумительно. Здесь тесто не самое плохое. Вот даже мы снимали обзор на Вайме, грузинское кафе. Там тесто было хуже. Здесь влажненькое, такое любопытное, нормальное дрожжевое тесто. Сделано оно, судя по всему, на воде. Серьезно, на воде. Ни на каком там, ни на мацоне, ни на кисломолочке. Но, тем не менее, приготовлено оно хорошо. То есть, вот по хлебному оно приятное влажное тесто. И хорошие сыры. Вот по сырам у меня вопросов нет. Вот здесь вот они по начинке, они приблизились к вкусу, который я получал в Джон Жоли. И в нескольких других местах, о которых мы с вами поговорим позже. Такой хороший ферментированный запах сыров. И, соответственно, если есть запах, то есть и послевкусие. Удивительно, но я доволен этим хачапури. Конечно, слушайте, если бы мне эти хачапури привезли 2 штуки за 200 рублей, за 196, я бы вообще, я бы себе впрок заказал бы, заморозил бы и грел потом. Потому что эта цена была бы бросовая. А так за 220 рублей уже вроде бы как и цена-то довольно обычная. Ну ладно, пойдет. Слушайте, вот с чебуреками. Вот с чебуреками, мне кажется, тут какое-то наедалово прям полное. Потому что чебуреки, ну, как ни крути, они выглядят очень уж покупными. Вот те самые чебуреки, которые... Вот ты можешь это достать, кстати, вот для прикола. У меня какой-нибудь чебурек для обзора. Для жертвы маркетинга у нас там несколько чебуреков куплено. Все, хотел на них обзор снять. А, ну это, подожди, это мини-чебуреки. Мне кажется, это мини-чебуреки. Блин, ну это 4 чебуреки, это, наверное, не то. Вот сейчас просто чисто внешне сравним. Это фирма, ну, бренд чебуреки, а фирма... А, компания Вилон, нам известная. Уже 100-500 обзоров с ними снимали. Но это мини-чебуреки, блин. У них, кстати, тоже есть мини-чебуреки. А посмотри, там нет других никаких, где там 2 чебурека написано. Мне кажется, это тупо вот они... Они их делают, серьезно, я отвечаю. Есть 2 чебурека? Во, 1 чебурек, давай. Точняк. Пятерочки стоят там что-то вообще какие-то копейки. Чебурек, ну это, блин, это с сыром, наверное. Чебурек по-французски с курицей и грибами. Да бог с ним, у нас задача сейчас понять... Понять внешний вид чебурека. Ну, нет. Это не он. Это не он. Но, тем не менее, чебуреки вот эти, которые мне привезли из Джорджи, они какие-то очень магазинно замороженные. То есть, тесто, оно... Вот здесь вот есть вот сбоку элементы кайфового чебуречного теста, пузырики, да, вот это все. А вот это вот какая-то плоская, непонятная, унылая штука. Чебуреки стоят по 98 рублей, кстати. Так же, как и хачапури мог бы стоить, если бы стоил чебурек с мясом. Ну, давай посмотрим, ладно, может это все вкусно. И тем более, смотри, начинки-то в принципе... В принципе-то как бы есть там начинка, да? Мяско с перчиком. Но тесто унылое. Тесто унылое и чебурек замороженный. Потому что тут нет тупо бульона даже в нем. Вот смотри, вот. Какой чебурек будет делать так? Вот. Какой чебурек я могу безопасно себе над головой и над майкой, например, так вот? Никакой. Чебурек такой быть не должен. Вот это неожиданный контраст. 90 граммов. Вот, кстати, один чебурек весит 90 граммов. Давай проверим. Вкус абсолютно, абсолютно нулевый. Да не может он. 84. Ну, окей, хоть приблизительно. Приблизительно 90 граммов. Здесь вообще 66. Кошмар. Ладно. И второй чебурек у нас с сыром. Внутри. Внутри какой-то обычный сыр. Чебурек с сыром 98 рублей. Тоже 90 граммов. Сыр и тонкое тесто. Вот такое описание продукта. Это очень контрастно. Я имею ввиду чебуреки. Очень контрастирует с хачапури. Если хачапури практически годно для меня, вот для моего вкуса, то чебуреки абсолютно не годно для меня и моего вкуса, да и вообще для людей, которые так или иначе иногда любят чебуречек заточить. Это сухо в сырном. Сыр вообще какой-то пресно-резиновый. В отличие от сулугуни с имертинским в хачапури. В мясном абсолютно сухой мясной фарш. Чебуречить такими чебуреками не хочется. То есть как бы ни хрена себе меня контрастно как колбасик. Мне понравилось и потом на тебе пощечину, товарищ, покашеварим. Нет, чебурекам просто ставлю ноль. Ужасно. Ну давай продолжим тему выпечки. У них еще и самса есть. Самса. Вот покупная или нет самса я не знаю. Такой я не видел в продаже. Самса с курицей. А в описании написаны горячие пирожки с пряной курицей. Какое неуважительное отношение к самсе. Самса, как можно ее пирожком называть? Самса это самса. Это так же как борщ называть супом. Хотя законом не запрещено. Самса 90 граммов. 83 грамма. Слушай, ну вот везде недовесы. Они почему-то все округлили. 82. А по факту недовесы. 60 рублей стоит кажется. Че ты прикапываешься? 60 рублей самса. О! А вот это душевно. В самсе хотя бы есть какая-то влажность. В чебуреке ее не было вовсе. То есть тут такой фаршик. Ну вот самсу бы я не стал переворачивать над головой. Над головой. И ожидать. То что не капнет. Возможно даже капнет. Давай. Совершенно обычное слоеное тесто. Покупное. Но если я сомневаюсь, что чебуреки они делают сами. То тут я сомневаюсь, что самсу они делают не сами. То есть понимаете, да? Приблизительно уровень один и тот же. Но 4 с плюсом и 5 с минусом это две разные оценки. Короче вот. В этой самсе неплохая начинка. Она сочная. Она присутствует в достаточном количестве. Но здесь обычное слоеное тесто, которое, ну, которое не должно быть обычное слоеное тесто в самсе. Если хотите посмотреть, как делается самса и тесто для нее, можете посмотреть вот мой ролик здесь. Откройте, просто посмотрите технологию приготовления. Она отличается от обычного слоеного теста. А это по факту слойка с мясом. Она неплохая. Например, в ресторане Топчан, да, Дима, Топчан была, вот это, когда мы аж поехали самсу к Тушинской смотреть. В ресторане Топчан, например, все гораздо хуже. И там самса стоит 200 с хреном рублей, а здесь 60. Но если сравнивать опять-таки с самсой, которую я могу купить у себя на райончике в пекарне, с бараниной, которая стоит 70. И вот эта 60, конечно, это гораздо хуже. Но тем не менее лучше, чем в ресторане. И Джорджан. Странный, ребят. Капец. Очень странно. У меня очень странные ощущения. Ладно, ну вот смотри, у них еще, допустим, курица есть, да. Вот есть курица, которая должна быть соусом причем. Наггетсы по-грузински соусом шкмирули. А обжаренные наггетсы из цыпленка, сливочный соус, шкмирули, ну или чикмирули. Обычно готовят курицу с этим соусом. Недавно, кстати, тоже был рецепт, можете посмотреть. У меня на все есть ответ, видео ответ. Так. Наггетсы. Наггетсы 160 рублей. Ой, 160 граммов они, ну, видимо, с соусом. Окей. Тут все неплохо. 160 рублей стоят такие наггетсы. Напишите в комментах, сколько сейчас наггетсы в Макдональдсе стоят. Это вот просто куриная филешка, обжаренная во фритюре. Резина. Слушай, а соус вот, а соус симпатичный. Вкусненький такой чесночно-травянистый соус. Наггетс просто резина, блин. Пережаренный в хлам. Ну, давай вот возьмем кусочек побольше. Может быть, у него и шанс будет. Вот кусочек побольше, он не такой сухой, конечно. Плюс видно, что как бы эти наггетсы сделаны не из фарша. Эти наггетсы сделаны нормально сделаны. То есть, это кусочки курицы. Но, тем не менее, они готовить не умеют. Работать с фритюром явно не умеют. Они их пережарили абсолютно. Абсолютно. Но, отмечу, вкусный соус. Очень контрастный, ребята. Очень контрастный, ребята. И Джорджиан. Фиг знает вообще, что про них пока поговорить. Вроде бы ничего, но пока по факту, из того, что мне понравилось, только хачапури. Вот. Из того, что мы сейчас пробуем, мне скорее нет. То есть, я бы не стал бы это еще раз заказывать. Ладно. У них есть супчики. Причем интересно. Я заказал суп харчо. И заказал тыквенный суп. И после того, как я заказал суп харчо. И полез делать скриншоты. У них почему-то суп харчо пропал. Из меню, как будто бы я купил последний суп харчо. Это вообще такое... Может быть. Тыквенный суп. 252 грамма весит. А должен 250. Но опять зафиксируем недовес. Потому что вот эта плошечка весит граммов 15 уж точно. 160 рублей стоит. А как мне харчо привезли, если я его даже не сохранил почему-то? А, вот харчо. Тоже 250 граммов. Но, судя по налитости, да, тут тоже будет. Причем, скорее всего, тут побольше немножко будет. 258, да. Ух ты, я 6 граммов даже определил внешних. Я красавчик. Это случайность просто, честно. Так, сколько стоит харчо я не знаю. Мы попробуем к моменту, когда монтировать будет. Может быть, мы найдем скриншот, сколько стоит харчо. Или на деливере посмотрим. Хотя тоже цены могут не совпадать. Удивительно. Относительно харчо, во-первых, хочу сказать, что запах был неплох, когда мы открыли эту банку. То есть, пошел такой хороший запах кориандра, такой прям бородинский хлебушек. Все, что я люблю. Порция харчо, конечно, довольно маленькая. Ну, вообще, в принципе, здесь порции довольно маленькие. Сейчас по салатам особенного это поймем. Однако, наполненность харчо, она неплоха. То есть, здесь много риса. Здесь есть томаты, мы их видим. Здесь есть какой-то перчик, да. И два кусочка мяса. Ну, опять-таки, не как в Ролтоне, там, маленькие. Здесь два довольно крупных кусочка мяса. Вот такой вот харчо. То есть, выглядит, в принципе, аппетитно. Ох, слабенький, слабенький харчо. Хорошее мясо. Написано говяжьей вырезкой, судя по всему, это она. Потому что мягкая. Но бульону прям не хватает насыщенности. То есть, харчо, он какой-то единый суп. Я вот сколько ел хорошее харчо, а я ел хорошее харчо. Опять-таки, в секретных местах лучший харчо, который я ел, это была одна маленькая семейная хинкальная в Москве. Доедем, когда-нибудь, до них. Там же и божественные хачапури. Там же один из лучших люля-кебабов, которые я ел. Ладно, ух, и заинтриговал я вас. Но харчо, он какой-то, когда ты его ешь, у него общий вкус такой, понимаешь? У него нет отдельно, там, вот ты чувствуешь остроту, отдельно, там, кислоту, отдельно ты чувствуешь рис, отдельно ты чувствуешь аромат кориандра. А вот здесь вот как будто бы это не собранное лего. Вот такой вот вкус, понимаешь? То есть, реально, я чувствую остроту одной частью рта, ну, мозга, соответственно, да? Вкус кориандра я чувствую другой частью рта. Вот такое вот не собранное лего. По вкусу, в принципе, сносно. В принципе, сносно. Опять-таки, в ресторане, по-моему, в том же самом, в топчане мы заказывали. Нет, это был не топчан. Короче, в каком-то ресторане мы заказывали харчо, и он был хуже, чем этот. Но! Ну, для меня этот харчо недостаточно хорош. Вот не хватает, там, свежей кинзы в нем. Понимаешь, вот если бы еще кинза, она там есть какие-то зеленушки, но что-то, судя по вкусу, вообще ни разу не кинза. А кинза к харчо, это просто must-have. Это обязательный вкус. Ну, ладно, 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 ребят. В общем, ну, харчо как бы не харчо. Не. А вот тыквенный суп, посмотри, какой густой. Я тыквенный суп люблю. Так, смотри, тыквенный суп, а там внутри какие-то вкрапления. Это то ли сыр, то ли что это такое. Причем на фотографии у них вот нарисованы фисташки, какая-то зелень, розмарин, что ли, перчик. Ну, перчик, ладно, может быть замешан, но вот фисташек нет, например. Это уже грустно. Но в целом суп густой. То есть он такой действительно прям пюре. В нем ложка, ну, без ложной скромности она может стоять. А, ну, такой, ну, грузинский манер тыквенный суп, я вам должен сказать. Потому что вот эти вкрапления, это сыр. Ни разу не расплавленный. Ну, потому что имертинские сулугуни довольно тяжело плавятся. Но это сыр. Тот сыр, который в Хачапури. Они туда его просто засыпают, и это прекрасно. Это хорошая новость. Нормальный, вкусный, такой сладенький тыквенный супчик. Стоит он 160 рублей. Если сравнивать с супом, который мне очень понравился, это суп у Ильи Варламова, в его сервисе Варламов есть. Там он классный был за счет того, что, во-первых, там были кусочки действительно вот всяких там типа орешков. И там было трюфельное масло. Оно настолько вот придавало шарма этому простому в целом супу, что вот, да, мне очень понравился он. Здесь он гораздо проще, да, они попытались прикольнуться с помощью сыра. Он не испортил ни в коем случае этот суп. То есть вот эта структурка сыра, она в тему. Очень мягкий суп и чуть-чуть резиновенький сыр такой. Нормально, вкусно, но в целом не восторг, но норм. То есть вот к этому супу у меня вопросов нет. Харчо скорее вопросы, нежели норм. А здесь просто норм и без особых каких-то вопросов. Да, трюфельное масло было бы вообще в тему, там, бла-бла-бла. Но в целом этот супчик довольно вкусный. Причем вкус у него не столько, наверное, тыквенный, сколько какой-то морковный. Ну, понятное дело, что они, наверное, обжаривают, запекают там тыкву, обжаривают. Хотя вряд ли запекают, наверное, обжаривают и тыкву, и морковь одновременно. То есть вот морковный вкус, он все-таки пробивается сквозь тыквенный. Вот, ну ладно. В общем, давай посмотрим, что у них с салатами. А салатов у нас что-то аж дофига тут получилось. Я поназаказывал. И два из этих салата, они вообще очень идейно похожи друг на друга. Вот они, четыре. Это все салаты, действительно. То есть это салат. Сейчас будем разбираться. Вот это салат с курицей, 140 рублей. Или вот это салат с курицей. А, нет, подожди. Это, наверное, это, наверное, Джахури все-таки. Подожди, это не салат. Пока откладываем, это горячее блюдо. Салаты вот они. Все-таки три салата я заказал. Вот этот салат, салат томаты с эмертинским сыром и зеленой аджикой. Зеленую аджику я не вижу ни здесь, ни отдельно. Вот этот куриный салатик, 140 рублей. И этот салат под белиски тоже 140 рублей. По граммам у них все салаты 140 рублей и 140 граммов. Мы можем прямо вот так вот экспресс-взвешивание. Недовес. Куриный. Довес. Салат под белиски. Условный довес, но минус упаковка все-таки тоже недовес. Смотри, тут огурчики свежие, тут какой-то сметанно и, судя по запаху, чесночный соус. Тут свежий лук. Сразу, да, если идете на свиданку, салат вам не очень подходит. Хотя, почему? Накормите вашу спутницу тоже луком, и у вас будет все нормально. И пряная курица, как они это называют. Но вот внешне это выглядит просто как вареная курица. Уж не знаю, насколько она там пряная. Аромат у этого салата такой, ну, грузинский. Грузинский, который я люблю. Есть приятная новость. Даже несколько. В этом салате есть орешки. В описании орешков нет. И они чертовски в тему. Грецкие орехи просто вот горсточку насыпали, и они в тему. В тему. Курица мягкая. Чесночный соус. Ну, это сметанка с чесночком. Очень в тему. Огурчики свежие и хрустящие. Лук свежий и ядреный. Как салат он очень странно воспринимается. Для меня, как для самопровозглашенного короля майонеза. И, кстати, я давно вас не поздравлял с днем святого Мазика. Поздравляю вас. Он прошедший. Вот вчера был. И сегодня он. И завтра будет. Он каждый день. Это самый великий праздник. Вы не знали, что ли? Короче, если бы этот салат заправить Мазиком, опять-таки с чесноком, он был бы вкуснее. Он был бы такой вот как-то очень... Он был бы грузинский, но по-русски, понимаешь? А так чуть-чуть, наверное, что-то не хватает. Вот не хватает жирности, что ли, в этом салате. Он легкий довольно. То есть здесь куриная грудка, она мягкая. Здесь овощички. Он легенький, хороший салатик. Мне скорее все-таки зашел, чем не зашел. Я могу долго рассуждать про майонез это все. Но по факту нормальный салатик. Так, вот эти два овощных салата. Что тут сразу хочется сказать? Здесь кусочки имертинского сыра. Вот, кстати, мы сейчас и попробуем его отдельно. Очевидно, его же они используют в хачапуре. Здесь помидор. Причем, ну, такой помидор не самый плохой. Видите, он какой-то красный даже немножко. Кинза, обожаю. Последнее время кинзу прям что-то полюбил ее. Оливковое масло. И вот и все. Вот и весь салатик. Сырок хороший. Слушай, и масло, кстати, оливковое. У меня ощущение, что нерафинированное масло. Оно вкусное. Да, они используют нерафинированную оливочку. Это круто. И помидоры в целом тоже сносные. Слушай, ну... Может быть, это не бакинские, там по 500 рублей килограмм. Но это помидоры, которые... Не дискомфортно есть. А для меня дискомфортные помидоры, это которые очень плотные. В них мало сока. И они кислющие. И в них нет томатного вкуса. Здесь все-таки это присутствует. То есть, это помидоры средненькие, но весьма. Окей. Вот этот салат, судя по всему, поострее. Потому что тут я вижу вкрапление красного перца. Здесь тоже кинза. Дополнительно, смотри, тут какая-то... Вот видно, да? Какая-то паста. Что-то типа аджики, что ли. Какая-то прям аджичка-аджичка. Салат для любителей остренького. Ну и плюс красные перцы. Вот единственное, что в описании я вижу базилик. По факту я не вижу вообще ни намека на базилик в этом салате. Тут чуть-чуть вот как бы не хватает. И нет красного лука. Есть белый. Это, пожалуй, не такое упущение. Ну смотри, у нас получается в том салате доложили грецких орехов, которых не было в комплектации. А тут что-то не доложили. Ну типа полная гармония. И причем в описании нету какой-то там ложки аджики. Тут дополнительно еще какая-то аджика. В общем, не поймешь, как они формируют свои блюда. Давай попробуем, что по факту. Ух, ядреный. Вот эта аджичка какая-то. Фу, хорошо. Ее надо размешивать. Определенно. Потому что сейчас прям все. Ну вот аджика, если она хорошо сделана, она прям очень острая. И она очень соленая. Как правило. То есть там соль, чеснок и перец. Все, что туда входит. В эту аджику. Очень ядреная. Очень концентрирована. Очень концентрирована хорошо мне сейчас. Я к острому хорошо отношусь. Давай заодно попробуем смородиновый сок. О, компот. О, морс. Фиг знает, как он называется у них. Но мы попробуем. Душевно. Душевно делают из концентрата ягод. Концентрация нормальная. Сладость нормальная. Кислота нормальная. 98 рублей. Нормальная цена. То есть это нормальный морсик за нормальную цену. Пойдет. А по поводу салата капец сложно определиться. Не знаю. То есть из трех салатов, наверное, самый любопытный и интересный. Это как раз первый был. Несмотря на то, что я бы туда мазика замежал. Но это личные мои проблемы. Я понимаю. Обязательно схожу к психологу майонезному. Это будет позже. Последний салат, наверное, самый неудачный. Плюс там нет базилика. А он бы, наверное, был бы в тему. Хотя, скорее всего, он был бы больше в тему в салате, где есть имертинский сыр. И это у нас получилось бы такое грузинское капрезе. Ладно. У нас, в общем-то, вот еще остался джахури, картошечка и десерт. Один единственный, который у них есть в продаже. А джахури. 250 граммов. 246 минус коробочка. Опять недовес. Стоит 248 рублей. А джахури это курица, картошка, приправы, зелень. И все мы здесь, в принципе, наблюдаем. Вот она курица. Ну вот смотри, вот с жареной курицей у них явно какие-то проблемы. Она прям выглядит пересушенной. Как они это делают? Давай опять-таки вот, чтобы дать шанс, возьмем это куриное бедрышко на этот раз. Возьмем большой кусок. Чтоб сразу не разочароваться. Жуется. Картошечка зашибись. Курочка ничего. Болгарский перец такой. Альденте. Хороший. Вот здесь ощущение того, что мне не хватает зелени. Вы поймите, у меня нет потребности находить недостатки в еде. Нет такой задачи. Серьезно. Я не бомбящий обзорщик. Я обзорщик, который просто высказывает свое мнение. Поэтому, когда вы пишете в комментариях, там, а мне понравилось, мне понравилось, поэтому это только твое мнение. Совершенно верно. Вы все правильно пишете. Это только мое мнение. Вы, возможно, съедите, скажете, это абсолютно божественная курочка с картошкой. Я даже спорить с вами не буду, если вам нравится. Но я, например, ел аджахури, который имел обобщенный классный вкус. Там было много зелени. Грузинская кухня и зелень. Понятно, что у многих она ассоциируется с остротой. У меня, например, с выпечкой. Я очень люблю выпечку. Но при любых раскладах грузинская кухня – это много зелени. Вот когда в блюде много зелени, это касается и харчо, это касается вот этого аджахури, тогда оно становится, блин, поистине грузинским. Вот здесь не хватает вот этой вот объединяющего вкуса свежей зелени. Ну, не хватает его. 248 рублей за 250 граммов. Почему бы нет здесь? Вот его реально можно поесть и наесться. Весьма годненько. Вот картошка, ну, я думаю, что это то же самое, что до этого мы ели. Здесь прямо вот укропа нормально положено. Вот. А вот это душевненько, ты понимаешь? Вот они положили, то есть прямо наложено укропа. Я бы еще больше, правда, положил. И картошечка сразу заиграла. Сразу что-то такое вот деревенское. Что тут? У тебя там бабушка позвала к столу в деревне на ужин или на обед. Картошечка, сверху насыпана зелень. Чудесно. Хорошая, вкусная картошка. Сколько она стоит? Да я даже не знаю. Я даже символически не сделал скриншот картошки. Она просто вкусная. Я не думаю, что она много стоит. Вот здесь вот картинка, пожалуйста, посмотрите. Дорого, недорого? Я не знаю. Я не полез смотреть. Нормальная картошка, вкусная. Ладно. Десертик. Нежный тарт. 45 рублей всего стоит. Вот такая вот песочная корзиночка с небольшим количеством какого-то крема. И очищенной мандаринкой. И я бы рад вам сказать, что это за крем. Но вот пока мы снимаем, я зашел опять в приложение Яндекса, зашел в ресторан Eat Georgian. И я не вижу этого десерта. Такое ощущение, что я своим заказом подкосил работу Eat Georgian по полной. Потому что забрал последний харчо, последнюю тарталетку. Ну, чебуреки замороженные в них остались. Если что, в пятерочке докупят. Давай попробуем. 45 рублей. Я бы рад вам сообщить, что это за желешка. Но я не могу ловить вкус. Ее начинки настолько мало относительно хорошего, кстати, песочного вкусного теста. Что я не понимаю, что это за вкус. То есть есть какая-то влажность. Есть прохлада от этой вот желехи. Есть съеденный мандарин, который, соответственно, он закончился. Потому что это была одна долька. И не поделить на 4, как минимум, укуса. Я не понял, что за вкус. Серьезно. Прям совсем не понял. Потому что песочное тесто на себя все забрало. И, в общем, отвлекло меня от вкуса. Ладно. Не важно. 45 рублей. Да не стоит. Не стоит брать. Не стоит, чтобы это там дорого или еще что-то. Не стоит брать, потому что ничего особенного нет. Нормальная песочная корзиночка. Но без каких-либо фишек. То есть... Если сравнить это с корзиночкой, я не знаю, с белком, кремом, вот с меренгой. Там каким-нибудь абрикосовым вареницем внизу. Или джемом. То, конечно, вот эта корзиночка вкуснее, которой мы привыкли. У меня, кстати, тоже на канале есть рецепт. Ладно, я вам не буду говорить практически всего, что мы сегодня делали. Есть рецепт. Есть аджахури, есть тыквенный суп, харчо нет, окей, ладно. Да чебуреки есть, самса есть, хачапури по-аджарски есть. Да, черт понери, морсы есть. То есть, все, что сегодня мы ели, вы можете приготовить у себя дома, если вам хочется. Вот. Корзиночку брать не стоит. Она не стоит внимания. Смородиновый морс норм. В общем, друзья, ресторан и джорджиан, или кафешка и джорджиан, или доставка и джорджиан, неважно, как это называется. По факту, вот еда, откуда-то мне приехала, и это откуда-то называется и джорджиан. Есть ли у меня сейчас ощущение, что я вот как бы поел грузинской кухни? Нет, такого ощущения у меня нет. Ощущение, которое сопоставимо с джон-джоли, или там доставкой грузинский дворик, опять-таки, хотя у них тоже были косяки, да. Но ощущение, что для меня приготовили грузинскую кухню, у меня было. Здесь у меня ощущение, что они вот, ну знаешь, слепились с того, что было. То есть, у них там нет своих чебуреков, они купили где-то чебуреки. Там корзиночку, наверное, тоже не сами делают, тоже, может быть, там рядом по соседству в три правила зашли, купили там какой-то десерт. Нарезать овощи у них вышло. Купить и добавить сыр неплохой, имертинский, у них вышло, хороший сыр. Запюрировать суп, пюре у них тоже получилось, хотя я тоже не уверен, они ли делают. Харчу приготовить, ну так себе. Ну, короче, в общем и целом, у меня ощущение, что это очень недогрузинский, это очень недоделано в целом. То есть, везде какие-то вот непонятки, то есть, нет общей слаженной картины. Вот, все это заведение, которое мы сегодня попробовали, оно харчо. Вот, как в харчо нет единой картины сложенной, так и в целом у меня ощущение разложенного пазла или несобранного лего. Вот, ребята, Eat Georgian. Называются они очень по-грузински, а по факту очень непонятно. Но при этом что-то из этой еды вполне можно съесть. Выставляем оценки. Вот она оценка, 62 балла набирает Eat Georgian. За счет чего? За счет вкуса, например, да? Я 2,5 поставил. Справедливо? Да мне кажется, можно даже 2 ставить, потому что я недополучил. Я говорю, единственное, где мне все понравилось в целом, это хачапури. Остальное везде не до, не до, не до. Че ты там? Ну, я не люблю такие ощущения. Я люблю ощущения, когда я ем и такой, уаа, круто, короче. Все, я вот здесь хочу заказывать. Именно по этой причине и лайни не получают ноль. Ну и катастрофические недовесы. Один балл, ну а как по-другому? Везде недовес. Как так-то? Вот чуть-чуть, но недовес. Кое-где много, но недовес. С хачапури, кстати, той же самой. Упомянутой, довольно вкусной. Да, цена хорошая. Да, привезли они довольно быстро. Да, сервис в целом на уровне там. Кстати, я поставил... Ладно, давай хрен с ним, 4 балла оставим. Хотя я бы сейчас еще снизил, серьезно. Не буду менять уже, пусть будет 4 балла. Ну, один комплект приборов. Алло, один комплект приборов. Почему так? Вот. По большому счету из-за температуры тогда можно снизить. Потому что тархун был тепловат. Я, кстати, его не попробовал. Но тархун на Тахтаре, что там? Нормальный тархун, вкусный, мне нравится он. Хотя вот на Тахтаре, который с Аперави, напиток виноградный, он вкуснее. Прям вообще офигенный. В общем, вот такая вот оценка. И Джорджин советовать не могу. Да и не буду. Не буду советовать. Не понравилось. Все. Всем пока. Ну как так-то вообще? Чебуреки точно магазинные, братан. Ты мне все говорил, что типа, вот, ты сейчас скажешь, наговоришь на них. Да не, блин, магазинные чебуреки. Либо кто-то не очень хороший для них их делает. Сухомятка, блин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...